Покрышкин! 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 Внимание, внимание! Покрышкин в воздухе! Передавали рации немецких самолетов! Уже с 10 лет, одновременно с учебы в школе, Саша работает кровельщиком на стройках. Затем школа ФСУ и работа слесарем на заводе. В 29-м году Александр впервые видит самолет. С этого момента все его мысли об одном – летать. В июне 32-го по комсомольской путевке Покрышкин направлен в Пермскую авиашколу. Но там его ожидает тяжелый удар. Летное отделение закрыто. Школа теперь готовит только авиационных техников. С 34-го года Покрышкин – техник авиазвена в Краснодаре. Готовит самолеты к полетам. И мечтает все же подняться на них в небо. Вскоре Александр узнает, что 100 лучших техников посылают на переучивание в летные школы. Чтобы попасть в этот список, ему нужно закончить самолетное отделение аэроклуба. Но для этого нужно время. На следующий год его могут не принять в летную школу из-за возраста. Ему будет уже 26. И тогда Покрышкин совершает невозможное. Проходит годичную программу обучения летчика за 15 летных дней. В этом 42-го пятерке самолетов под командованием Покрышкина противостоят 33 самолетов врага. Итог боя. Сбито 5 вражеских машин. Три из них на счету командира. И тут проявляется еще одна особенность Покрышкина. Так как бой велся пятеркой и всего было сбито 5 самолетов, он записывает по одной победе каждому летчику. И в дальнейшем Покрышкин всегда будет поступать так же. Именно поэтому до сих пор неизвестно точное количество побед самого аса. Разработанная Покрышкиным тактика построения крупной этажеркой, патрулирование способом скоростного маятника, формула наступательного боя, высота, скорость, маневр огонь, согалиный удар и другие приемы были замечены и оценены командующим 4-й воздушной армии генералом Гершининым. На его глазах в одном из первых же боев на Кубани Александр Иванович сбил 4 мессершмитта. Боевая практика стала критерием истины. Документы, где были сформулированы новые черты тактики истребителей, рассылались в штабы всех воздушных армий и авиакорпусов. Только парами действовали. Причем пара атакует, пара прикрывает. А в паре, если он атакует, то ведомый обязательно прикрывает. Вот эти вот все пары, которые у него находились, они обязательно, ну если так сказать, образно, по типу этажерки. Ни в коем случае на одной высоте. Мы занимаем там 4-5 тысяч, где самые бои. Он обязательно оттуда свалится на большой скорости. И он потом в разговоре с ним, что он не оглядывается, когда оттуда сваливается лист, он назад свой не оглядывается. Почему у него такая скорость, его догнать и атаковать невозможно. А после атаки, где он, значит, прихватил кого-то, то он обязательно с большой перегрузкой осуществлял моделы. Именно на Кубани немцы окончательно теряют свое превосходство в воздухе. Победы наших летчиков подтверждают блестяще разработанные Покрышкиным приемы и тактику ведения воздушных боев. 24 мая 1943 года Александр Иванович Покрышкин становится героем Советского Союза. А уже через три месяца он награжден второй медалью «Золотая звезда». В воздухе главный принцип у него стоял. Если вот такие сложные массовые воздушные бои, это взаимная выручка. И вот на этой взаимной выручке один из боев, я был восьмеркой на Лавочкиных, и ввязался в сложный воздушный бой. И мне передают, что вот справа и слева вас атакуют несколько десятков паров за парами немецкие истребители. Ну я тогда сказал, что кто в воздухе наше находится, прошу оказать помощь. И вдруг ни с того ни с сего сверху проходят кобры. И Покрышкин говорит, что все помощь оказана. И исхода я видел, как и он, и ведомые, те, которые были с левой стороны, уничтожил самолеты. А вы сами слышали этот Ахтунг, Ахтунг, Индерлюфт Покрышкин? Или вы это не слышали? Это почти было очень часто. Вы сами слышали? Да. По радио? Да, по радио. И потом еще вот что, наводчики земли, и уже разговоры Покрышкина, его прям называли фамилию. И они, да, сами слышали. И немцы это слышали. Вот они только тогда начали, как говорится, всех пугать сами себя. И они действительно разлетались, когда слышали? Да. Ну так он, во-первых, носился как. Никто его догнать не может. Он назад не смотрит. И немцы уходили из боя? И уходили. В таких случаях немедленно. Все, и вдруг никого нет. Ходишь, ходишь, думаешь, как же так. Еще подраться, а тут вдруг и никого нет. К лету 1944 года боевой счет Александра Ивановича достигает 50 сбитых самолетов. 19 августа он становится первым в стране, трижды героем Советского Союза. Покрышкин искал новый способ усилить свои самолеты. Повысить их боевое значение в предстоящей операции. Истребителю подвешена бомба. Покрышкин всегда сам проводит опыты. Получилось нормально. Теперь начнется серьезная тренировка. Мы добьемся, чтобы все ходили на работу с бомбами и бомбили точно в заданную цель. Конец марта победного 1945 года. Германия. Наши войска взламывают оборону противника, шаг за шагом приближаясь к Берлину. В небе господствует советская авиация. Кажется, ничто не сможет остановить натиск наступающих. Но вдруг наши бомбардировщики и штурмовики остаются без воздушного прикрытия. Грунтовые аэродромы раскисли и истребители не могут взлететь. Положение критическое. Командир 9-й гвардейской истребительной авиадивизии полковник Покрышкин упорно ищет выход из создавшейся ситуации. Покрышкин всегда отличал нестандартный подход к любому делу. Вот и тогда, в марте 1945, при поиске подходящих аэродромов, его решение было совершенно необычным. Он предлагает взлетать с автострад. Командир дивизии лично пробует новый способ взлета. Все удачно. Через час аэрокобры взлетают на боевое задание с шоссе. Немец спит! Еще один немец спит! В полете легенда 35, один из учеников Покрышкина. Он повторяет прием воздушного боя своего учителя. Еще один немец спит! Легенда 35, это младший лейтенант Гольберг, самый молодой в соединении. Ему 19 лет. Командир полка горячо поздравляет пилота. Захвачен немец, приземлившийся с парашютом. Лейтенант Бруно Ворм награжден тремя гитлеровскими орденами и медалью за зимний поход в Россию. Сегодня был первый бой в жизни консомольца Гольберга и 62-й у фашистского аса Ворма. Немец просит объяснить, как его сбили. Снизу! Сквозь там! Ас удивлен. Это не по правилам заходить снизу.